Сад Агаты Кристи В том числе таких полюбившихся всем нам, как Пуаро и Мисс Марпл Писательская карьера Агаты Кристи длилась более 50 лет И еще при ее жизни было распродано свыше 2 миллиардов книг Но под маской публичного человека скрывалась женщина-загадка Ее биография, подобная сюжетам ее романов, полна неожиданных поворотов Ее жизнь, подобно увлекательному путешествию вокруг света В ней было все – неудачи, любовь, преданность, отчаяние и даже загадочное исчезновение Мотив, который найдет отражение в одном из романов Агата Кристи неохотно впускала в свою жизнь посторонних и редко давала интервью Отличить правду от вымысла в ее биографии смог бы разве что один из ее прославленных сыщиков Но откуда они начали бы свое расследование? Возможно, с загородного дома Гринуэй на берегу реки Дарт в Девоне Этот домик, скрытый от людских глаз, стал для Агаты Кристи убежищем Самая популярная в мире писательница была застенчивой и не любила светскую жизнь Она часто приезжала в Гринуэй, чтобы здесь, вдали от суеты, отдохнуть душой И поработать над сюжетом своего нового романа У каждого из нас есть место, куда мы время от времени стремимся сбежать, чтобы отвлечься от заботы и побыть с теми, кого любим Здесь она чувствовала себя в безопасности, вдали от любопытных глаз Здесь ощущается ее присутствие, это трудно объяснить Здесь царит такой покой Просто райский уголок, сказка Я использую слово «сказка», чтобы описать то, что невозможно вообразить до тех пор, пока с этим не столкнешься Я знаю, что и моя бабушка чувствовала магию этого места Пять лет назад дочь Агаты Кристи Розалинда и зять Энтони Хиггс передали поместье Гринуэй в распоряжении Национального фонда Гринуэй-хаус, расположенный посреди живописного поместья площадью 30 акров, долгое время был недоступен публике Теперь он открыт для посетителей Какие тайны поведает нам этот дом о настоящей Агате Кристи? Агата полюбила Девон задолго до того дня, когда впервые увидела поместье Гринуэй Дочь Фредерика и Клары Миллер Агаты родилась в 1890 году в нескольких милях от курортного города Торки Поместье Миллеров Эшфилд представляло собой двухэтажный особняк, типичное жилище представителей среднего класса К дому прилегал роскошный сад, дававший простор фантазии Агаты В 1890 году Эшфилд находился на окраине Торки Он, по сути, являлся частью Торки Стоило вам выйти за ворота Эшфилда, как вы и оказывались за городом Это не могло не повлиять на маленькую Агату Агата с детства любила природу и лес Не было дерева в саду Эшфилда, на которое она бы в детстве не забиралась И дело было не только в игре света на траве и теней деревьев В своей автобиографии она писала, что лес был для нее полон опасностей, тайных радостей и загадок Она рассказывала, что в детстве жила в воображаемом мире Она не была единственным ребенком У нее были брат и сестра старше ее на 10 и 11 лет Взрослые часто ее жалели, считая одиноким ребенком Но на самом деле ей нравилось жить в придуманном мире, среди вымышленных друзей Думаю, именно этому она во многом обязана своим творчеством Она любила Эшфилд Конечно, тогда Торки был совсем другим Ступив за порог Эшфилда, вы в тот же миг попадали в переулки Девона Это был ее мир, ее владение, где она была вольна делать то, что пожелает Она была задумчивая и любила читать Ей нравилась эта безмятежная деревенская жизнь Она была дитя своего сада Когда Агате исполнилось 5 лет, для ее семьи настали трудные времена После того, как отец Агаты понял, что их деньги были вложены неудачно Он впал в отчаяние Встревожилась и мать Отец заболел У него случилось несколько сердечных приступов Когда девочке исполнилось 11, он внезапно умер И Агата с матерью остались одни в этом большом и прекрасном доме, который она так любила Они не знали, как жить дальше С деньгами было туго, и мать Агаты подумывала, не продать ли Эшфилд Но глубокая привязанность Агаты к этому дому заставила ее отказаться от этой мысли Они сократили расходы и уволили часть прислуги Агата рано поняла, насколько важно финансовое благосостояние В возрасте 16-18 лет она стала писать рассказы И посылать их соседу Итану Филпоту, успешному писателю Она хотела, чтобы Филпот не только высказал свое мнение о ее работах Но и подсказал, что ей делать дальше И Филпот поступил так, как должны поступать все писатели, к которым обращаются юные дарования Он был доброжелателен, а его критика конструктивный и полезный Он очень деликатно дал понять, что ей стоит некоторое время переждать, пока она не повзрослеет Она не придавала значения своим ранним работам Хотя, как и следовало ожидать, некоторые из них впоследствии были опубликованы Лишь спустя много лет Агата Кристи ворвется в мир литературы А пока от тяги к сочинительству ее отвлекла любовь Клиффорды из Чадли устроили вечеринку для молодых офицеров, расквартированных неподалеку от Экстера И их друзей, на которой присутствовал неотразимый Арчибальд Кристи Там же оказалась и Агата Миллер Но вот-вот должна была начаться Первая мировая война, и Арчи хотел стать летчиком Он вступил в королевские военно-воздушные силы Они решили пожениться, и на Рождество обвенчались по специальному разрешению Вскоре Арчи ушел на войну, а Агата вернулась к своей работе Когда Арчи уехал, Агата устроилась медсестрой в госпиталь Торки Затем она перешла на работу в больничную аптеку Изучение медицины настолько увлекло ее, что это изменило всю ее жизнь Здесь, в аптеке, у Агаты Кристи появился доступ к смертельно опасным ядам И время, чтобы представить себе, как могло бы произойти убийство Своё первое убийство Агата спланировала со всей тщательностью Имея яды под рукой и медицинские познания, она смогла разработать план идеального преступления Конечно, она обладала специальными знаниями Работая медсестрой во время Первой мировой войны, она многое узнала о ядах Она интересовалась ими, хорошо в них разбиралась и постоянно прибегала к ним в своих сюжетах В 1917 году, во время Первой мировой войны, когда она работала фармацевтом Агата написала свой первый роман «Таинственное происшествие в Стайлзе» Она всегда очень удачно выбирала названия, и это лишь одно из них Она хотела написать роман-головоломку Разгадка казалась очевидной, но потом читатель должен был осознать, что убийца никак не мог этого совершить Но, конечно же, это всё-таки был он Она чем-то напоминала фокусника, а её персонажи карты в колоде Она раскладывала их на столе рубашкой вверх, ловко тасовала И читатель, раз за разом покупаясь на очередную уловку, думал, вот же он, преступник А потом она доставала нужную карту, и мы опять оставались в дураках Конечно, у неё были свои приёмы, но каждый раз она придумывала какой-нибудь совершенно неожиданный ход Некоторые утверждают, и не без оснований, что её персонажи стереотипны Что она передвигает их, как шахматные фигуры Говорят, и отчасти справедливо, что её книги несколько схематичны Не знаю, как вы, но я часто покупаю книги в аэропортах Большая их часть — низкопробное чтиво Но они продаются миллионными тиражами Потому что читатели хотят знать, что произойдёт на следующей странице Её рассказы позволяли отвлечься от повседневной рутины В них зло происходит в обыденной жизни, а потом она возвращает вас в реальный мир, и вы продолжаете жить, как обычно Раз есть головоломка, её надо разгадать И Агате понадобился детектив В то время в Торке было множество беженцев В детстве она придумывала себе друзей, наделяя их подсмотренными у кого-нибудь качествами Во время Первой мировой войны здесь оказалось много беженцев Ей был нужен иностранец, кто-то не похожий на англичанина Французы были, на её взгляд, недостаточно экзотичны Вот она и сделала своего детектива бельгийцем так интереснее Пуаро тоже в некотором роде выходец из Девона В своей автобиографии Агата Кристи упоминала бельгийских беженцев, живших в Торке Это и натолкнуло её на мысль сделать своего персонажа бельгийцем Ну, по крайней мере, так она сама утверждала, хотя и уверена, что это решение было не таким уж простым и по-настоящему выстраданным Но писала она об этом легко Но даже с появлением Пуаро дописать книгу оказалось не так просто Я думаю, мать говорила ей, сходи в отель, гуляй побольше, и ты закончишь книгу Так она и поступала Она ходила в отель Мурленд в Дартмуре, писала, гуляла и ела, и добилась своего Книга была окончена По её словам, она очень много работала по утрам, до боли в руке Читала за обедом книгу, а затем уходила гулять на болото, где обдумывала следующую главу Она знала, сколько строчек должно быть в абзаце Какой длины должна быть глава, и сколько глав должно быть в книге Она писала так, чтобы постоянно держать читателей в напряжении, и они не могли бы оторваться от книги В 1916 году загадочный автор наконец завершил работу над таинственным происшествием в Стайлзе Книга была закончена, но найти издателя никак не удавалось Рукопись была отвергнута многочисленными издательствами, пока не оказалась на столе у Джона Лейна Прошло два года, и Агата, у которой родилась дочь Розалинда, напрочь забыла о своей книге Но роман продолжал жить своей собственной жизнью Джон Лейн не просто согласился издать ее роман «Таинственное происшествие в Стайлзе», но и предложил заключить с ней контракт на последующие романы Теперь у нее появилась работа, которую она умела делать, и, к ее изумлению, за нее еще и платили Агата написала свой второй роман На этот раз не детектив, а триллер под названием «Тайный враг» Пуаро вновь появился в третьем романе под названием «Убийство на поле для гольфа» Но только после выхода ее четвертой книги «Человек в коричневом костюме» работа стала приносить ей реальную прибыль Роман «Убийство Роджера Экроида» был даже поставлен и на лондонские, и на нью-йоркской сцене Агата Кристи — это феномен Она один из самых успешных, а, возможно, и самый успешный англоязычный писатель По объемам продаж ее книги уступают только Библии Она необычайно изобретательный мастер интриги Ее любят читатели во всем мире, независимо от возраста и социального положения Ее книги продавались миллионными тиражами Она известна повсюду как «Королева детектива» Ее романы переведены на множество языков Она работала в рамках детективного жанра, который американцы называют жанром романа-загадки Этот жанр предполагает загадочную смерть, узкий круг подозреваемых и детективы Обычно у нее это «Мисс Марпл» или «Пуаро», который появляется, чтобы разрешить загадку Причем разгадка должна быть такой, чтобы читатель мог прийти к ней логически, с помощью скрытых подсказок Она добилась в своей жизни таких успехов, за которые современные женщины потребовали бы наград и признания Она просто делала свое дело Хотя она и не была феминисткой, но сегодня таким женщинам поставили бы памятник При этом она не рассчитывала на какое-то особенное отношение к себе, она лишь делала свою работу В своей автобиографии она рассказывала, что писала свои романы на кухне, а Розалинда, которой было 3 или 4 года, сидела у нее на ногах Я обожаю ее за это Казалось бы, Агата должна быть счастлива Но это было далеко не так У ее мужа Арчи появились две новых привязанности Гольф и молодая женщина по имени Нэнси Нью Арчи встретил другую женщину, которая разделяла его интересы, была забавной и привлекательной И, пожалуй, казалась более обычной, чем его жена, автор детективов Затем умерла мать Агаты, и ей пришлось ехать в Девон, чтобы заняться ее любимым имением Эшфилдом Дом пришел в запустение, и привести его в порядок оказалось непросто Силы Агаты постепенно таяли Для нее это означало конец золотой поры ее детства и всего, что с ним было связано К 1916 году Агата написала свой первый роман «Таинственное происшествие в Стайлзе» Вышла замуж за Арчи Бальда Кристи и родила дочь Розалинду Через 10 лет Арчи попросил у нее разводы Не в силах справиться со свалившейся на нее бедой, Агата исчезла Ее нашли спустя 11 дней в Херогейте Она утверждала, что потеряла память В личном плане это был тяжелый период для Агаты Кристи Но загадочное исчезновение лишь подстегнуло спрос на ее книги Объем продаж удвоился, и однажды она проснулась знаменитой Теперь, став матерью-одиночкой, Агата была просто вынуждена писать И, несмотря на всю свою нелюбовь к публичности, она не смогла удержаться от искушения писать свой новый опыт В романе «Тайна голубого экспресса» она рассказывает об угасании любви и о разводе Ее героине, как и ей самой за 30, ей грозит одиночество Много лет спустя она считала, что это худшая из написанных ею книг Она ненавидела ее Через 4 года после развода Агата Кристи вполне оправилась от потрясения Она влюбилась в Макса Малоуэна, археолога на 14 лет моложе ее В порыве вдохновения она создала одну из самых знаменитых героинь английской литературы Мисс Марпл Она назвала свою героиню в честь Марпл Холла в Чешире Создать образ Мисс Марпл Агате помогли воспоминания о двух ее бабушках Совершенно разных, но очень интересных женщинах Кроме того, как всякий талантливый автор, она использовала черты многих людей Случайно подслушанные фразы, свои собственные качества И качества, которыми ей хотелось бы обладать На протяжении следующего десятилетия Агата разрывалась между своим любимым Девоном и Ближним Востоком Оказавшим огромное влияние на ее творчество В книге «Расскажи, как ты живешь» Агата пишет о работе с мужем в Сирии Зимой она уезжала с ним на Ближний Восток И жила с ним там, по-матерински заботясь о нем Пустыня оказывала на нее магическое действие Именно на Востоке разворачиваются события в лучших ее книгах Убийство в Восточном Экспрессе Смерть на Ниле Убийство в Месопотамии Свидание со смертью Но несмотря на все очарование и экзотику Востока Сердце Агаты принадлежало Западной Англии К концу 30-х годов Агата была готова вернуться на родину Но ее любимый Эшфилд был уже не тот, что прежде Эшфилд сильно изменился Торки разрастался с небывалой быстротой То, что раньше было деревней, превратилось в пригород Когда-то ее дом был окружен зелеными полями и тенистыми рощами Теперь там располагались школа, приют и множество частных домов Тихая гавань превратилась в настоящий муравейник Она понимала, что-то надо с этим делать Эшфилд значил для нее очень много Здесь родилась и она, и ее дочь Розалинда Пожалуй, этот дом она любила даже больше, чем Гринвей Это ведь был дом ее детства Той безоблачной поры, когда все казалось прекрасным Она говорила, что ее детство было самым счастливым Агата рассказывала, как покой Эшфилда нарушил приезд до родного полковника Явно нетрезвый он шел по улице, размахивая клюшкой для гольфа И кричал, что перебьет всех кротов Стало ясно, что из Эшфилда пора уезжать Агата любила сельскую природу, сады и деревья Она не представляла себя без Девона, ведь там прошло ее детство И в 1938 году она нашла Гринвей Она была очень привязана к своей матери, просто обожала ее А мать восхищалась этим домом и считала его самым красивым в графстве Когда Гринвей был выставлен на продажу В объявлениях говорилось, что дом окружен садом необычной красоты Субтропическими кустарниками и экзотическими деревьями Вдобавок там были виноградник, персиковые оранжереи, теплицы и другие постройки Разве могла она устоять? Они с мужем тут же поехали посмотреть на имение Когда она спросила цену, ей ответили, что дом стоил 16 тысяч фунтов Но она слышалась На самом деле он стоил 6 тысяч фунтов Необычайно дешево даже для 1938 года Она писала в своей автобиографии Однажды мы узнали, что на продажу выставлен дом, который я знала еще в юности Белый дом в георгианском стиле, построенный в конце 18 века С обширным садом, где росли кустарники и деревья Идеальный дом, о котором можно только мечтать Агатия нравилась это сочетание густых зарослей, таинственных рощиц И аккуратных бордюров Когда нашему фонду досталось это имение Оно казалось именно таким, как описал его Энтони Хиггс Изрядно запущенным, если не сказать заброшенным Поэтому прежде чем впустить сюда публику Нам пришлось привести его в порядок Чтобы поместье выглядело ухоженным И действительно безупречным Агата Кристи попросила своего старшего садовника Фрэнка Латтена Посадить этот бордюр Вы видите тот самый кустарник, который он посадил Ему более 40 лет Дело в том, что это был ее летний домик И она хотела, чтобы в то время, когда она приезжает Все цвело Она знала, каким должен быть сад И что где должно расти Сейчас мы находимся в саду Камелий Конечно, в это время года здесь нет цветов Но фонд постарался восстановить сад В том числе и беседку, где она любила сидеть Рассказывают, что Агата Кристи попросила своего садовника Фрэнка Латтена Посадить нарциссы так, чтобы их было видно из беседки Но все цветы повернулись к свету, в сторону реки И пришлось отказаться от этой затеи и опять их пересадить Агата Кристи любила не только кустарники В Гринуэе был прекрасный огород, отапливаемый теплицей оранжереи, где росли персики Она обожала свежие фрукты Мы находимся в заброшенной оранжереи Пожалуй, это самая длинная оранжерея в Англии И уж точно самая длинная в Гринуэе Здесь созревало столько персиков, что они и за всю жизнь бы их не съели Это было неотъемлемой частью их жизни Сад, садовник и свежие фрукты Больше всего она любила реку Ей нравилось прогуливаться до лодочного домика И смотреть на воду сквозь листву деревьев Она любовалась сельскими пейзажами и видом на реку В самых живописных местах по дороге к лодочному домику стояли скамейки, на которых она с удовольствием сидела Когда я был ребенком, мы с ней сидели в лодочном домике и смотрели, как по реке проплывают лодки А потом шли к дому, садились на скамейку и наблюдали, что происходит вокруг Она очень все это любила Но Агата Кристи любила поместье не только из-за сада Гринуэй Хаус давал ей возможности жить так, как ей нравилось Летом она играла на лужайках в крокет со своей семьей и друзьями Гринуэй был ее убежищем, олицетворением сельской идиллии, где Агата могла отдохнуть от своей славы и побыть просто миссис Малуэн Если в Гринуэй приезжали знаменитости, то не потому, что их все знали, а потому, что они были друзьями семьи Она не закатывала шумных вечеринок для избранных, это было не в ее духе Она обожала чай и никогда не употребляла алкоголь Зато любила свежие фрукты, сливки и имбирное пиво Агата не любила спиртного Когда все пили вино, она пила сливки Больше всего она любила воду из-под крана И все время жаловалась, что когда ты приходишь в ресторан, тебе охотно нальют бокал вина Но получить стакан обычной воды из-под крана совершенно невозможно Я думаю, многие люди восхищались ей Но никогда с ней не встречались, хотя могли бы Она застенчивая от природы, была совсем не публичным человеком Светские рауты и шумные вечеринки, все это было не для нее Писатели такие же люди, как и все мы Одним нравится бывать на публике, а другим нет Здесь часто бывали археологи и другие люди, которые собирались, чтобы поговорить о старых добрых временах Конечно, у нее была прислуга, но даже с прислугой не просто управлять таким большим имением Ей приходилось все планировать, думать о том, что посадить в саду, решать разные и другие вопросы Кроме того, у нее была работа, которая отнимала много сил Она писала книги, заботилась о Максе и о своем хозяйстве Улаживала проблемы с налогами и при этом успевала наслаждаться жизнью Джордж Гаулер в 50-е годы был дворецким в имении Агаты Кристи А его дочь Сьюзен провела в поместье несколько лет Она не была здесь почти 50 лет Это потрясающе Дом все так же красив Не верится, что прошло столько времени Для Агаты Кристи этот дом был убежищем Здесь она могла побыть со своей семьей, друзьями, внуком В Гринуэй до сих пор сохранилась эта атмосфера уединенности Она умела наслаждаться красотой и очарованием этого места Мне, ребенку, это имение казалось настоящей сказкой С таинственными пещерами, эльфами и феями Это волшебное место Она была женщиной, у которой были тайны И сад был одной из них К концу 50-х Агата Кристи успела написать 60 книг И на дюжину из них ее вдохновил Девон Тем не менее, само ее имение по-прежнему оставалось скрытым от посторонних глаз Она очень старалась провести четкую границу Между своим имиджем Агаты Кристи, королевы-детективы И своей частной жизнью Думаю, будучи человеком тонко чувствующим Она не хотела переносить действия своих книг К себе домой, в Гринуэй Атмосфера Гринуэя-хауса Могла бы вдохновить ее на множество сюжетов Но на деле это не так Казалось, что Гринуэй-хаус, пристанище Агаты Кристи Так и останется лишь летним домом писательницы Куда она удалялась, чтобы отдохнуть от литературного труда Но все изменилось в 1955 году, когда Агата написала роман «Причудо мертвеца» В этом романе подробно описывается поместье Она повествует о том, как Пуаро едет по дороге Как перед ним открывается вид на реку Как он входит в парадную дверь и через маленькую столовую попадает в гостиную Это очень точное описание В романе изображен дом в георгианском стиле Построенный в 1790 году, как и Гринуэй А близлежащая деревушка Меском списана с деревни Гэмптон Читая «Причуду мертвеца» невозможно отделаться от мысли, что все произошло именно здесь В этом самом лодочном домике было обнаружено тело Роман передает дух этого поместья «Причудо мертвеца» было написано в 50-х И в ней изображена та жизнь, которую мы вели тогда в этом доме Это было совсем не похоже на Агату Кристи Без сомнения, действие романа «Причуда мертвеца» было перенесено в поместье Гринуэй Дом река, Дартмут Всему этому было отведено свое место в книге Конечно, под другими названиями И, конечно же, лодочному домику, в котором произошло преступление Домику, где на полу нашли тело задушенной Мерлин Таккер Молодой служанки Мы на месте преступления Прелестный уголок Здесь много радости и смеха Люди предвкушают лодочную прогулку И, проведя несколько часов на воде Счастливые возвращаются обратно Но Агата Кристи видела и мрачную изнанку этого места Склеп, окруженный водой Сырая, темная нора Где зло может твориться безнаказанно Вот здесь, на голом полу Пуаро обнаружил тело девушки Обстановка в домике почти не изменилась С тех пор, как здесь отдыхала Агата Стулья, на которых она сидела И теперь напоминают о ней Как будто она лишь вышла на минутку Она описывает это поместье так, словно не имеет к нему никакого отношения Любопытно то, что действие романа перенесено в Гринвей В котором Агата Кристи выступала в другой ипостасе Миссис Маллоуэн Учитывая, как щепетильно она относилась к разграничению своей профессиональной и личной жизни Удивительно, что она вообще решилась рассказать в книге о Гринвейхаусе О саде, о лодочном домике Но, возможно, это было своего рода выражение привязанности к дому Который она любила и хотела таким образом увековечить Сохранить хоть какую-то его частицу На страницах романа появляется не только дом Но и Агата Кристи собственной персоной В романе есть героиня по имени Ариадна Оливер Вот тут-то Агата и позволила себе маленькое хулиганство Она рассказала о том, какие житейские неприятности Подстерегают подчас популярную писательницу, автора детективов И о том, что обычно происходит на деревенских праздниках Таким образом, она отчасти излила свою душу У нее получился очень удачный образ И она могла бы еще не раз его использовать Но, безусловно, Миссис Оливер всего лишь второстепенный персонаж И не занимается расследованиями по-настоящему Агата Кристи была необычайно изобретательна Но при разработке сюжетов Она опиралась на свой личный опыт Использовала черты характера людей, которых она знала И места, в которых ей доводилось бывать Иногда в ресторанах она беззастенчиво подслушивала Разговоры людей за соседними столиками И потом собирала все воедино В блокнотах, которые мы храним до сих пор Она отмечала особенности своих близких и людей, которых она знала Яркий пример такого заимствования можно найти в мышеловке Одной из примет убийцы является то, что он постоянно скручивает волосы А потом снова раскручивает их Такая же привычка была у моего отчима Многие поворотные события жизни Агаты Кристи Отражены в ее прозе За сонными холмами и бухтами этих мест Скрываются разгадки многих тайн жизни Агаты Кристи Остров Берг все так же одиноко и чуточку зловеще возвышается над водой Архитектура в стиле арт-деко напоминает о светском прошлом Агаты Кристи Остров – превосходное место для убийства Ограниченное пространство, узкий круг людей, без сомнения, действующих друг другу на нервы В этой обстановке происходит действие романа «Десять негритят» В нем, как в «Прощальной симфонии» Гайдена, персонажи уходят со сцены один за другим Отсюда детектив может направиться в деревню Ситтофорд в Дартмуре Где происходит действие романа «Загадки Ситтофорда» Стоит копнуть глубже, и вы наткнетесь на железнодорожную ветку Педдингтон-Хингсвер Которая проходит неподалеку от Гринвейхауса По ней ездила не только Агата Кристи, но и Пуаро в убийствах по алфавиту и причуде мертвеца Важную роль в творчестве Агаты сыграла ее родной город Торки В «Загадке Эндхауса» Пуаро останавливается в отеле «Империал» Этот же отель упоминается в двух романах про мисс Марпл «Труп в библиотеке» и «Дремлющее убийство» Дальше, по побережью в Дартмуте, находится отель «Королевский замок» Постояльцам этого отеля интересно будет узнать, что он фигурирует не только в рассказе «Тайна регаты», но и в романе «Испытание невинностью» Паломничество по местам, упомянутым в романах Агаты Кристи, интересно само по себе Но чтобы лучше понять ее характер, чтобы приблизиться к разгадке тайны самой популярной английской писательницы, нужно посетить ее тайное пристанище – Гринуэй Хаус Это единственное место, которое можно назвать летней резиденцией Агаты Кристи Гринуэй с его цветами, с пьянящим запахом магнолий, был для Агаты Кристи воплощением Девона Девон был ее домом Когда я впервые приехала в Гринуэй, я взяла с собой свою собаку, Мейбл И первые две недели мы каждый день гуляли по новым тропинкам В этом прекрасном саду, с его закоулками и укромными уголками, стоит свернуть в сторону, и ты непременно наткнешься на что-то неожиданное Думаю, именно это так нравилось Агате Есть надежда, что в будущем первый этаж здания будет открыт для посетителей Необычайно интересно представлять себе дом таким, каким он был 50 лет назад Это был летний домик Агаты А с 1967 года здесь жили Розалинда и Энтони Хиггс Вы заходите в разные комнаты и чувствуете, что в какой-то витает дух Агаты, а в какой-то Розалинды и Энтони За стенами дома в георгианском стиле прячется настоящая Агата Кристи Женщина, о чьей страсти к литературе можно судить по ее любимой библиотеке Она читала все подряд Иногда меня спрашивают, какие книги она любила больше всего Вопрос довольно бессмысленный, поскольку она читала абсолютно все После ее смерти зимой 1976 года семья следила за этой комнатой Ее безделушки по-прежнему стоят на полках, а под потолком сохранилась фреска, оставленная офицерами флота, расквартированными в Гринуэе во время войны Агата Кристи решила сохранить ее, как напоминабытие, изменившему ее жизнь Мы были знакомы по работе Она была щедрой женщиной Любила окружать своих близких комфортом И сама любила комфорт Она была равнодушна к дорогим автомобилям и украшениям Но, как она сама говорила, ей нравилось, когда в поездах чисто И они ходят по расписанию Когда есть горячая вода Она любила огонь в камине по утрам Самые простые вещи Вкусную пищу и чистую воду В ней не было эгоизма, но была решительность Она была предана своей семье Трудно представить себе Агату Кристи вне ее творчества Ее всегда словно окутывает завеса На протяжении всей своей карьеры Агата Кристи старалась оставаться в тени Вести тихую затворническую жизнь Гринуэй был ее убежищем, ее тихой гаванью Здесь в реке купались отдыхающие Здесь есть поля для гольфа и теннисные корты Все это любила и Агата Кристи Она приезжала сюда, чтобы развеяться Она не писала, когда бывала здесь И я думаю, что для наших посетителей День, когда они увидят поместье, станет незабываемым Она никогда не переставала восхищаться этим поместьем То, что она была хозяйкой этого великолепного дома и сада Всегда казалось ей чудом Гринуэй Хаус Волшебное место Оно пленяет сердце каждого, кто приезжает сюда Несмотря на то, что ее профессия большую часть года удерживала ее в Лондоне Именно к этому дому она была по-настоящему привязана Только здесь она могла быть самой собой Любящей матерью, заботливой бабушкой, деревенской леди Агата Кристи писала своему мужу Гринуэй был для нас любовницей, а не женой Слишком роскошной, чтобы им обладать Но какую же радость доставляла обладание им Сегодня ночью я подумала, что это должно быть лучшее место на Земле И от этой мысли у меня перехватывает дыхание Фильм к показу подготовлен компанией SDI Media Перевод Ирины Добрыниной Текст читал Юрий Большаков Текст читал Юрий Большаков